Бронхиальная астма. Приговор или способ жизни? Здравствуйте, меня зовут Рыбалка Александр Игоревич, я врач-аллерголог-иммунолог. Приветствую вас на канале Новая Медицина и это Медблог. Сегодня в этом видео мы разберемся, что же такое бронхиальная астма. Откуда она берется, также разберемся в методах диагностики и лечения. В прошлом видео мы разбирали, что же такое аллергия. Самая высшая степень проявления аллергии на респираторный тракт – это бронхиальная астма. Астма, от латинского «тяжело дышать». Из этого исходит основной симптом астмы – неукротимый кашель или затруднение дыхания. Затруднен вдох, человек задыхается. Серьезное хроническое, аллергическое, прогрессирующее заболевание. Какие могут быть факторы риска? Как можно, как в народе говорится, заработать астму? В группе риска работники заводов – цементных, кирпичных, других заводов с химикатами. То есть, когда поступает внешне огромное количество, в первую очередь это не просто химикат, это огромная аллергенная нагрузка для организма. Также факторы бывают условно врождённые, то есть прогрессия аллергии, начиная с кожных проявлений, затем реакции в виде аллергического ринита и в последующем бронхиальная астма, то есть прогрессия. Встречается ли ситуация, когда в дебюте впервые человек начал просто задыхаться, от этого никогда не встречалось, ни кожная сыпь, ни нос, ни тёк. Такое тоже встречается. К сожалению, астма – заболевание очень непредсказуемое. Но мы сегодня постараемся его разобрать. Бронхиальную астму возможно заподозрить за самым типичным симптомом. Это симптом удущия, страх смерти. Человек не может просто физически вдохнуть. Также бывает проявление в виде кашля, неуклонный кашель, кашель, кашель. Основной критерий установления диагноза астмы – это ночные приступы. Но если нет ночных приступов, но бывают дневные, это также может быть проявление астмы. Основной критерий – ночные, но бывают и днём. Как заподозрить у себя бронхиальную астму? И весь ли кашель астма? Ни в коем случае. В первую очередь нужно понять, это кашель инфекционного характера или неинфекционный. Если есть ломота, температура, кашель, это может быть инфекционный, в первую очередь кашель, в первую очередь его нужно исключать. Это может быть даже банальный назофаренгит, трахиит, бронхит и даже пневмония. Это всё даёт кашель. И в зависимости от степени вовлечения дыхательных путей, может быть начиная как от минимального, кашля полторы недели, до кашля при пневмонии, когда он может быть и 4, и 6, и даже иногда до 8 недель в виде покашливания. Если кашель после еды, в положении лёжа, бывает и сжога, это может быть гастроэсофегальная рефлюксная болезнь, то есть это заболевание желудочно-кишечного тракта, это также не аллергия. То есть, если кашель без ломоты, температура, не связан с приёмом пищи, а связан, например, с какими-то аллергенами, съел шоколадку, выпил какой-то алкоголь, на который раньше вроде как аллергии не было, подышал цветами или вышел на улицу, там где в период светения, и появился сильный кашель и тем более удушье. Вот это симптом характерен для бронхиальной астмы. Бронхиальная астма – это такая же аллергия, только более интенсивная, то есть степень вовлечения более высокая, вовлекается всё бронхиальное дерево, в первую очередь вызывая гиперсекрецию, то есть увеличение количества мокроты в бронхах, а в ситуациях, когда тяжело дышать, и сужение бронхиального дерева. Если представить, что бронхиальное дерево – это условная трубка, то в этой трубке есть несколько слоёв. Это хрящ, основной, который неподвижен условно для наших препаратов, но есть самые важные, которые важны для аллергии, для астмы. Это мышечный слой и подслизистый. Именно они составляют основу бронхиального дерева. Из-за аллергического воспаления на коже появляется высыпание. Такие же высыпания появляются в бронхах? Не совсем. Если на коже это просто покраснение, зуд, неприятные ощущения, то в бронхах это вызывает увеличение количества мокроты, то есть человеку тяжело выкашлять, из-за этого появляется такой навязчивый противный кашель. Но более того, аллергия при бронхиальной астме ещё и вовлекает мышцы, что более серьёзно, потому что мышцы могут сокращаться. У человека там много мокроты из-за бронхиальной астмы, ещё и аллергия сузила мышцы. Человек не может вдохнуть. Если у вас был хоть один такой приступ удущих и вам больше 8 лет, в первую очередь нужно разбираться с аллергологом-пульмонологом, нет ли у вас бронхиальной астмы. Потому что в некоторых ситуациях, даже при одном приступе бронхиальной астмы и подтверждении её, возможно установить диагноз. А какие же методы подтверждения? В первую очередь это анализы. Общий анализ крови, общий моноглоблинье и общий эзинофильный катионный белок. В прошлом видео я рассказывал более детально о них. Но также есть специфические методы обследования в пульмонологии. В возрасте после 7-8 лет, в период, когда тяжело ребёнку дышать или взрослому, есть такой метод, как спирометрия, функция внешнего дыхания. Человек просто спокойно садится на стол. Перед этим не употребляя еду 2 часа. Если человек курит, он не курит 2 часа минимум. Не употребляет препараты, которые расширяют бронхи или снимают воспаление. Минимум за 6 часов. И дышит в трубку. Он дышит спокойно, в последующем резкий вдох-выдох. И проверяется, насколько большая полнота лёгких, как они работают, какая функция внешнего дыхания, как они функционируют, насколько много кислорода там и нет ли там дефицита выдоха. Если в период тестирования у человека диагностируют обструкцию, то есть он неполный объём выдохнул. И это неоднократно. Ему будет рекомендована функция внешнего дыхания с пробой, с бронходилататором. Человек сперва дышит на исходном уровне. В последующем ему вводят в рот, несколько вдохов делает препаратом, расширяющим бронхи. И через время, 15-20 минут, ему проводят контрольное проведение функции внешнего дыхания. Какая динамика? В случае, если положительная динамика, увеличился объём лёгких, увеличился выдох ребёнку или взрослому, стало легче дышать, в совокупности возможно подтвердить или исключить астму. Это одно из основных методов проведения исключения бронхиальной астмы. В случае, если после исследования врач говорит вам такой сложный диагноз, как бронхиальная астма, всё это конец или же это только начало пути. Астма не приговор, запомните. Самое главное, это своевременное лечение. Основа лечения, это в первую очередь исключить или минимизировать контакт с аллергеном. Понятно, что если это аллергия на берёзу, всю берёзу в Российской Федерации убрать невозможно. Но возможно в этот период получить какие-то дополнительные препараты. В первую очередь основа лечения любого аллергического состояния, это противовоспалительная терапия. То есть снять, чтобы иммунитет не бил сам себе. В таких ситуациях и в целом, в лечении аллергического ринита, бронхиальной астмы, в том числе атопического дерматита, основа лечения в разный период по длительности, это ингаляционные кортикостероиды при астме. Это флекситит и другие варианты. Есть комбинированные, когда гормон и расширяющие бронхи, вот в чём я говорил, что бронхи бывают суживаются, то есть в ситуациях, когда более тяжёлое протекание астмы. То есть в 21 веке в настоящий момент есть огромное количество вариантов, как более быстро привести к спокойному состоянию, уменьшить проявление аллергии и облегчить течение. Самое главное – это настрой пациента. Если пациент верит в успех, не расстраивается в первую очередь, верит в то, что у него всё получится, исключает аллергены. Также, если он использует регулярно, не забывая, ту терапию, которую назначают аллергологи или пульмонологи, те же гормоны, использует по потребности расширяющие бронхи, сальбутамол, вероятность его полного излечения очень высокая. Будет ли это полное излечение на всю жизнь, сложно сказать, но вероятность выше. Особенно, если это астма в раннем возрасте. Очень важно своевременное и полное лечение. То, чтобы ребёнок получил полный курс лечения. Это может быть 3-6 месяцев или даже более. Но вероятность комфортной его жизни намного больше. Будет ли это значить, что он всю жизнь будет на баллончиках? Нет. Многие, как в народе говорят, перерастают астму. То есть, ребёнок перерастает какие-то аллергические моменты. Эта иммунная поломка стабилизируется. И организм перестаёт атаковать сам себя. Если не допускать чрезмерной аллергенной нагрузки. То есть, астма не приговор. С этим можно жить. А в 21 веке комфортные условия созданы максимально. Для того, чтобы человек получил всю полную терапию. Лечение практически панацея. Но чтобы это сработало, нужны определённые факторы. Самые главные факторы – это исключить поступление аллергенов. Если даже и нет аллергии, например, на животных, лучше их убрать. Любых животных, даже рыбок. На них также бывает аллергия. На корм. Чтобы улучшить течение бронхиальной астмы. Чтобы вместо 6 месяцев лечения получил человек 3. В 2 раза меньше. Поступление в организм аллергенов ухудшает течение бронхиальной астмы. И может свести на нет всю нашу терапию. Или сделать её более сложной. Я коснулся том, что основа лечения – это гормоны. Но есть крайне лёгкие степени течения аллергических ринитов и бронхиальной астмы, когда используются таблетки. Это антилейкотриеновые препараты, которые участвуют в промежуточном звене между аллергией. И то есть, когда аллергия хочет нанести удар, антилейкотриеновые забирают у них дубинку. То есть, фактически, временно прерывая какую-то аллергическую реакцию. В некоторых ситуациях излечивая её или облегчая течение. Ну, то есть, выбор, например, остаться на ингаляторе, но оставить дома кошку или же убрать кошку и быть на таблетках. Я думаю, он должен быть очевиден для вас. Я сейчас рассказал вам самые частые встречающиеся моменты, как это проявляется, как поддаётся лечению хорошему. Но почему я сказал, что это настолько тяжёлое заболевание, если же оно так хорошо поддаётся лечению? Потому что при том, что организм поступает постоянно недостаточное количество кислорода, постоянно много слизи, сужены бронхи, организм замещает там, где был кислород, соединительной тканью. И развивается фиброз. То есть, лёгкие работают всё меньше, меньше и меньше. И этот фиброз практически невозможно заменить. Его невозможно разрезать. То есть, лёгкие неуклонно всё меньше и меньше получают кислорода. И это постепенно приведёт и к летальным исходам. Поэтому верим в то, что именно вы достигнете хороших результатов, если будете слушаться врача. Все интересующие у вас вопросы, вы можете задать в комментарии. Самое интересное из них мы постараемся осветить в следующих видео. Все интересующая информация о работе нашего МИД-центра будет в описании. Там будут прилагаться ссылки. Подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч.